У меня даже мысли были покончить жизнь самоубийством, понимаете? Но потом я подумала, думала, где эти мои, куда? Ну, может, лучше вместе, ну, где-то будем, ну, вместе. Эта двухкомнатная квартира Юлии Простатовой уже по решению суда принадлежит банку. И 12-летний Лёша вместе с сестрёнками Машей и Ритой перебирает игрушки в комнате, которую, возможно, покинет. Игрушки, игрушки. Она двойная. В 2014-м Юлия взяла ипотечный кредит на 700 тысяч рублей, большую половину погасила материнским капиталом. Оставался долг почти 250 тысяч. Это, по словам женщины. Тогда в её семье возник кризис, который растянулся на год. Банк обратился в суд. Судебные приставы в 2017 году сказали, вы знаете, у вас был суд, и у вас, как бы, ну, в пользу банка всё дело произошло. Я говорю, как так суд? Я говорю, какой суд вообще? Я говорю, вы о чём говорите? Я говорю, мне ни одной повестки не приходило. Я не говорю, ни одного письма. Решение было вынесено заочно. На суде Юлия не было. Нам это подтвердил авиастроительный районный суд. Банк сообщает. Юридически все процедуры соблюдены. Действовали согласно договору по ипотечному кредитованию. А взыскание через суд уже крайняя мера. Банку, безусловно, выгоднее урегулировать проблемную ситуацию с клиентом самостоятельно, чем заниматься судебными процедурами. Однако, если заёмщик длительное время не исполняет условия кредитного договора, то банк вынужден обратиться в суд для взыскания задолженности и обращения взыскания на заложенное имущество. В итоге, в июле 2017-го квартира перешла на баланс банка, а финансисты начали инициировать выселение семьи через суд. В ходе судебного разбирательства нами сумма долга была оплачена полностью. Исковые требования банка были до вынесения решения суда удовлетворены. В связи с тем, считаем, обращение взыскания на заложенное имущество необоснованным. Будем требовать не выселять данную семью. Если при выселении, то уже с предоставлением иного жилья. И по мнению юристов, даже если ситуация сейчас не в пользу Юлии, мировое соглашение с банком и счастливый конец возможен. Большинство судеб к этому подталкивают. Они предлагают мировое соглашение так или иначе. И говорить о том, что верните мне квартиру и я вам не заплачу, это как минимум неправильно. Даже по-человечески. Потому что банк, чтобы обратиться в суд, понес определенные издержки, которые никуда он списать не сможет, кроме как в счет этой квартиры. Юристы в жилищных вопросах советуют быть особенно внимательными. Читать каждую строчку договора – это половина дела. Учитывать все риски – еще одна обязанность заемщика. И лучше, чтобы договор оценивал независимый юрист. Когда вы общаетесь с кредитным менеджером, его задача в первую очередь вам продать услуги. Когда с вами есть какой-то представитель, который понимает тонкости, он вам сможет объяснить, что да, действительно, кредитный договор может быть и хорош, но при этом есть несколько важных проблем, на которые стоит обратить внимание. Семья намерен обратиться в Верховный суд Татарстана и оспорить предыдущее решение суда, когда квартиру зачли в пользу банка. И на все это время судебный процесс о выселении приостановлен. Альбина Винебаева, Андерсон Тальцев, Игорь Романов. ТНВ. Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин